Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале ТВ5 в студии Павел Васильев. Сегодня в выпуске. Массовый ленинопад за сутки в Запорожской области снесли два и частично разрушили один памятник вождю мирового пролетариата. С ним попрощались второй раз опознан еще один воин, похороненный на Кушугумском кладбище. До нового урожая в Запорожской области решили заморозить стоимость социальных сортов хлеба. Бердянск за один день лишился сразу двух памятников Ленину. Рано утром неизвестными был снесен монумент вождю мирового пролетариата, установленный более 40 лет назад на Приморской площади. А уже после полудня пал памятник возле проходной завода «Азовкабель». Подробности происшествию нашего собственного корреспондента Игоря Стрельцова. По словам очевидцев, около 7 утра вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков подъехали на бронеавтомобиле к памятнику Ленина на Приморской площади. Накинув канат на бронзовую фигуру, с помощью автомобиля они повалили монумент. Они подъехали сюда, зацепили, залезли наверх к нему, зацепили тросами и БТР потянули. Были довольны и счастливы они, смеялись. Слава Украине! Кричали. Позже видео сноса памятника появилось в интернете. Отрезав правую руку у поваленной фигуры и забрав ее с собой, люди в камуфляже скрылись. Более полутора часов памятник лежал у подножия монумента, став объектом для фотосессий и обсуждения горожан. Кому мешал этот памятник? Это первое. Второе. Неужели какие-то проблемы сейчас решатся, если убрали этот памятник? Никаких вообще проблем. Мне утром позвонили, говорят, скинь, ну-ка. Ребята, это моя жизнь. Меня здесь принимали в октября, меня здесь принимали в пионеры. Мы по копеечке собирали этот памятник. Это жизнь наша, ну как это? Отнесся великолепно. Во-первых, он очистил нашу площадь. Это замечательно. Вот еще буковки, правда, мешают. Буковки – это плохо. Ленина вообще даже следа не должно остаться. Нет, ребята, просто с этого все получаются плохие истории. Вот это все. Мы через это уже прошли, мы это пережили. Потому что мы вот сами жители Мариуполя. Вот с этого у нас все началось. Один убрали памятник Ленину, на второй убрали памятник Ленину. К девяти часам утра коммунальные службы города с помощью крана погрузили поваленный памятник Ленину на лафет и увезли с площади. Где он будет храниться, не разглашается. Бердянский городдел милиции начал расследование инцидента. Группа людей, одетая в камуфарную форму, порядка 15 человек без опознавательных знаков, вооружены автоматическим оружием, при помощи автомобиля демонтировала памятник Ленина. Они представились патриотами Украины. У нас на данный момент мы расплавляем информацию, что это были бойцы одного из спецподразделений. Если данная информация подтвердится, материал будет направлен в прокуратуру по последствии для принятия решения. Прокомментировали снос памятника на Приморской площади Бердянской в областном управлении культуры. Памятник Ленина, который мы сейчас увидели в Бердянске, он не внесен к государственному реестру памятника культуры, то есть он не историческим надбанением украинского народа. Он под охраной на местном уровне. В соответствии, решение о его дальнейшем доле должно принимать местные органы владельца, в частности, городская района. Но он не принимает. Он находится в районе завода «Азмол». Он также подвергся атаке неизвестных. Они обрисовали постамент антипутинскими лозунгами. Еще один памятник Ленину был повален сегодня ночью в Шевченковском районе Запорожья. При падении из двухметрового постамента бетонное сооружение разломилось на несколько частей. На месте не осталось головы изваяния. Возможно, ее унесли злоумышленники, чтобы памятник нельзя было восстановить. В областном главке милиции нам сообщили сведения о происшествии, внесены в журнал единого учета. Проводится проверка. По словам сотрудников лицея «Защитник», который расположен вблизи памятника, никаких покушений на бетонного вождя до вчерашнего вечера не было. Они как бы ухаживали за этим памятником. Там цветочки сажали и как бы приезжали. Там приезжали от коммунистической партии, облагораживали когда-то. Почему он стоял? Да это ночью. Это ночью. Они говорят в 9 вечера, некоторые ночью. Ну, это по наслышкам. Рэмбаза у нас здесь, этот завод. Люди на работу шли. Вот и мы начали эти слухи. Мариуполь в центре внимания всего мира. Страшная трагедия. 24 января, в результате которой погиб 31 мирный житель и было ранено 108, буквально всколыхнуло всю Украину. Сейчас город больше всего нуждается в стройматериалах и медикаментах. И помощь отправляется. О масштабах разрушений, восстановительных работах и больницах, где до сих пор находятся более 80 пострадавших, в нашем следующем сюжете. Повезло, да. Всем повезло, что детей не было и рабочих никого не было. Это выходной день был, полдесятого утра. Ну, сторож очень в шоковом состоянии. Разгромленный спортзал, выбиты почти все стекла. Средняя школа номер 5, одна из пострадавших в районе Восточный. Один из снарядов разорвался прямо во дворе. В 100 метрах от школы еще один социальный объект. Вот, пожалуй, самое жестокое свидетельство того, что обстрел был действительно неожиданным и только чудом. Ну, наверное, потому что был выходной день, не пострадало большее количество людей. Вот это отметина. Самое страшное, на просто, на стене детского сада. На улицах района снова многолюдно местные жители приносят цветы туда, где еще в прошлую субботу лежали изувеченные тела. Обломки и осколки убирают с тротуаров и газонов. Коммунальным службам оказывают помощь работники местных металлургических предприятий. Мы убираем. То, что нам дали убирать, то мы убираем. Ну, а как настроение? Ну, как настроение? Невеселое настроение. Помочь пострадавшему городу приехали народные депутаты. Самое страшное, погибли и ранены десятки людей, говорит один из лидеров оппозиционного блока Александр Вилкул. Но необходимо как можно скорее восстановить инфраструктуру, ведь на улице минусовая температура. Сегодня принято правильное решение. Это сразу необходимо закрыться. Пусть даже пленкой дать тепло, дать электричество и вода бесперебойно. То есть обеспечивать всю систему жизнедеятельности. То есть дети находятся в других садиках, в других школах. Системы жизнедеятельности запущены. Дальше необходимо актировать, то есть акты, потребность в стройматериалах и максимально быстрое восстановление. В больницах Мариуполя до сих пор более 80 раненых, в том числе 6 детей. Медикаменты и перевязочные материалы в первые часы после трагедии были на вес золота. Сегодня медучреждения города обеспечены всем необходимым. Часть медикаментов предоставил благотворительный фонд Александра Вилкула. Как только случилась беда, сразу поступил звонок. Значит, этот звонок поступил с вопросом, что нужно сегодня, какие нужны медикаменты. И все медикаменты, которые были заказаны, где-то в течение двух часов они были доставлены. Во время посещения мариупольских больниц депутаты от оппозиционного блока сообщили журналистам, что зарегистрировали в парламенте постановление с 11 пунктов для мирного урегулирования ситуации на Востоке. Сегодня необходимо сделать все со стороны политиков, дипломатов, для того, чтобы больше в нашей стране не гибли люди и не лилась кровь. Сегодня парламенту необходимо находиться и заседать в Мариуполе. Именно поэтому мы здесь. Для того, чтобы помочь людям. Уже несколько дней мы занимаемся поставкой медикаментов, необходимых для больниц Мариуполя, где находятся раненые. Сейчас занимаемся гуманитарной помощью, строительными материалами, то, что надо в первую очередь. Только мирный путь, только дипломатический путь необходимо оградить мирных людей. Чтобы оградить мирных людей, необходимо обращаться в ООН, вводить голубые каски, но не должны страдать люди. Помощь в трудную минуту. Комбинат «Запорожсталь» отправил в Мариуполь порядка 10 тонн необходимых стройматериалов. Два КАМАЗа со стройматериалами сегодня отправляют в Мариуполь. Здесь все необходимое для восстановления квартиры домов жителей микрорайона «Восточный», пострадавших 24 января от артиллерийского обстрела. В Мариуполе пострадало около 80 объектов. Школы, детсад, жилые дома, рынки, магазины. Десятки людей остались без крова. Многие здания, в районе которой попал под обстрел, сейчас без стекол. Металлургические комбинаты Мариуполя вместе с гуманитарным штабом Рината Ахметова с первых минут после обстрела оказывают помощь горожанам в преодолении последствий этой трагедии. Не остались в стороне и представители запорожских промпредприятий. Сейчас довольно-таки непростая ситуация в городе Мариуполе, где работают наши коллеги, друзья, работники таких крупных предприятий, как «Азовсталь», завод имени Ильича. И руководство комбината «Запорожсталь» приняло решение оказать помощь в виде стройматериалов, а это около 10 тонн. В составе груза стекло, полиэтиленовая пленка, рубероид, профнастил. Кроме того, молодежная организация комбината «Запорожсталь» занимается сбором теплой одежды и продуктов питания. В ближайшее время гуманитарная помощь будет доставлена в Мариуполь. Также сейчас формируется бригада специалистов, которые примут участие в восстановлении пострадавших зданий. Мы надеемся, что вот такая наша лепта, она останется в сердцах мариупольцев, и они поймут, что мы рядом, мы вместе, мы единая страна, и они не забыты. Боевая награда посмертна. Сегодня командование 55-й отдельной артиллерийской бригады торжественно передало орден Богдана Хмельницкого третьей степени супруге своего погибшего боевого товарища. Уроженец Луганской области капитан Сергей Белокобыльский получил смертельное ранение 19 июля минувшего года на Малой Родине в ходе боев в районе Дьякова. Кадровой военной у него осталась семья, маленькая дочь. Это специалист высочайшего класса. Это человек, который готов всегда прийти на помощь и мог разобраться в любой проблематике. Несмотря на то, что он не штатный был офицер или не было посадового, его должность в этом подразделении, он был готов и убыл принимать участие в боевых действиях в составе одной из наших гаубичных артиллерийских батарей, которые пробыли в окружении Подьякова более полутора месяцев под постоянными обстрелами. Для меня он герой, я говорю о геройной мэра, и всегда живет память. Мое душе, мое сердце, я хочу, чтобы каждому взвал, жила память о нем. Хочу пожелать мирного неба всем, чтобы поскорее закончилась. Проклятая война, чтобы больше не уникли свящие мужья, сыновья, деть. На могилах безымянных героев появляются имена. В Запорожье познали еще одного бойца антитеррористической операции, покоящегося на Кушугумском кладбище. 1 октября минувшего года здесь были похоронены 54 неизвестных солдата. Перед захоронением у них были взяты образцы ДНК. Недавно была установлена личность еще одного из погибших. Андрей Гладков погиб в Донецкой области в августе. Отдать ему долг памяти сегодня пришли его родные и близкие. Собратья по оружию, а также представители местной власти. С ним прощаются во второй раз. Теперь родные и сослуживцы. Безымянный герой перестал быть неизвестным солдатом. Как и многие похороненные здесь, он погиб в районе Иловайска. 11 человек установлено наших солдатей. Это войско-службовцы из Бройной силы Украины, добровольческих батальонов из Болынской области, Днепроветровской области, Херсонской области, Запорийской области. И осень на днях установлена еще имя одного героя нашего майора Гладкова Андрея. Погибший кадровый военный. Служил в войсках ПВО на территории нашей области. В 2013 году переведен в штаб оперативного командования ЮГ Вооруженных сил Украины, откуда и был направлен в зону АТО. До майора он прослужил у нас в батальоне. Вырос с инженера эвакуационной станции до начальника эвакуационного узла. Это командиром подразделения он был. Потом ушел Днепропетровский, ОК. Это был наш боевой товарищ, один из лучших. Смелый, добросовестный, отзывчивый. Никогда ни на что не жаловался. И по первому требованию, не отказываясь, выехал для выполнения боевой задачи. 29 августа при выходе с Заловайского котла в машину, в которой находились офицеры оперативного командования. Попал выстрел с гранатомета, в результате чего два офицера погибло. У погибшего остались мать, жена и две дочери. Продолжаем программу. Залетние кухни, времянки, навесы, сарай, новый налог платить не придется. Для жителей Запорожья утвердили список типов нежилых помещений, которые не облагаются налогом и увеличили предельные границы налогообложения. За это решение сегодня на сессии Горсовета проголосовали большинство запорожских депутатов. Правда, некоторые вопросы из повестки дня пришлось исключить, в частности, из-за отсутствия на заседании городского головы. Почему Александр Син не пришел на сессию, какие вопросы остались нерассмотренными и кто освобождается от уплаты налога на недвижимость, об этом в репортаже Натальи Зайченко. Сегодняшняя сессия Запорожского городского совета, на рассмотрение которой вынесены десятки важных для жителей областного центра решений, была запланирована больше недели назад. В повестке дня вопросы о налогах на недвижимость, акцизном сборе и предоставлении льгот. Удивительным, исходя из важности сегодняшних решений, для многих депутатов стало отсутствие на заседании городского головы Александра Сина, который, согласно регламента, обязан проводить сессию. На сегодняшний день нам не知, где находится городского головы. По информации его помощника, он находится в Киеве и решит какие-то вопросы. Я думаю, что это неправильно. Мы и вчера на фракции заседали, и сегодня на фракции и решили одностально, что это недостойная поведенка высшей посадовой особи города Запорожья. Нам остается только догадываться, почему его нет. Но, во всяком случае, есть моральная сторона этого вопроса. Все-таки прифронтовая область и такой город, который должен быть не обезглавлен. Это однозначно. Поэтому человек должен брать на себя ответственность в такой нужный момент. И я считаю, что это верх цинизма отсутствия в такое сложное для страны время. Ну, к сожалению, я не знаю ситуации, почему его нет. Мы только знаем, что он в официальной командировке. Но, на мой взгляд, учитывая тот факт, что мы сегодня должны принимать бюджетные вопросы, и нам нужна легитимность проведения нашей сессии, он должен быть на месте. Или, по крайней мере, у нас должно быть обоснование, почему его нет. Но я считаю, что это неправильный поступок. Но я считаю, что это безответственность мэра. Он должен быть на месте, учитывая такой ситуации. Официальной информации об этом нет. Есть только на уровне слухов, где он находится. Да, говорят, что он находится в Киеве. Что он там делает, тоже вопрос. Ну, хотелось бы верить, что он занимается вопросами города. При фронтовой области, в которой нет губернатора и в которой уже две недели отсутствует мэр, это вызывает очень много вопросов. Ну, я думаю, об этом нужно задуматься всем, в первую очередь нашим избирателям. Мэр города Александр Син находится сейчас в командировке в городе Киеве. Мы с ним связывались по телефону. Он сообщал, что он сейчас занимается решением вопросов АТО и обеспечения обороноспособности города. Вопросы важные. Поэтому он не смог побывать сегодня на сессии городского совета. Несмотря на отсутствие городоначальника, сессия все-таки состоялась. Правда, рассмотреть удалось не все вопросы, вынесенные на повестку дня. В частности, волнующее большинство горожан – проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комиссии по жизнеобеспечению снял с рассмотрения сессии свое обращение относительно положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве Запорожья. Посвящено проблематике нашего жилищно-коммунального хозяйства. И там вопросы, которые не терпят отлагательства. Но поскольку самой большой проблемой нашего города является не коммунальное хозяйство, а Александр Чесанович Син, его в зале сегодня нет. И я считаю нецелесообразным без его присутствия рассматривать мое обращение. Из повестки дня исключили и другие вопросы, в частности, об акцизном сборе. Среди рассмотренных сегодня – проект решения о налоге на недвижимость. Хорошие новости для владельцев трехкомнатных квартир и частных домов Запорожья. По новым законам налогам предлагается облагать жилплощадь в квартирах площадью свыше 60 квадратных метров и в домах более 120 квадратных метров. Однако запорожские депутаты эту планку решили поднять. Налог не будут платить владельцы квартир площадью до 120 квадратных метров и домов до 250 квадратных метров. Мы по самым скромным оценкам путем поднятия необлагаемого метража по физическим лицам, мы освобождаем от уплаты налога в минимум 10 тысяч семей, которые живут в многоэтажных домах, и более 20 тысяч семей, которые проживают в частном секторе города Запорожья. Это должно быть для всех понятно. Кроме того, мы делаем максимально большие шаги по выводу из-под налогообложения, скажем так, вспомогательных помещений, в которые законодатель записал и сарай, и навесы, и, извините, туалеты тоже. Мы все это выводим. Также на сессии депутаты приняли решение поддержать жителей Мариуполя и в ближайшее время выделить средства на приобретение продуктов питания, топлива и стройматериалов. В связи с обострением ситуации на востоке Украины, Кабмин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях. Остальные регионы в режиме повышенной готовности. Меры по обеспечению безопасности усиливаются и в Запорожье. У нас полковник, у собой ускорят педрозы, на фрону нормандского порядка выше, когда мы в милиции резал. У нас полковник, потом проразу, когда вынесли службы выше, когда мы в Кабминске. Сегодня в Запорожье провели построение и развод гарнизона МВД. Здесь представители патрульно-постовой службы города, патрульной службы ГАИ и государственной службы охраны, рота специального назначения милиции. Совместными усилиями они будут патрулировать улицы областного центра. Целый ряд структурных подразделений, органов внутренних дел, которые обеспечивают правопорядок в областном центре и на территории Запорожской области. Ну и, конечно же, военнослужащие национальной гвардии. В целом, так же самое нам помогают в этом и общественники. Мы уже в таком серьезном режиме находимся уже не один месяц. И практически каждый работник милиции знает алгоритм действий, связанных с антитеррористической операцией. Усиление патрулирования улиц и режима проверок на блокпостах – это лишь ряд мер по обеспечению безопасности в регионе. Параллельно с ними, отмечают представители местных органов власти, проводятся и другие. С 23 числа у нас работает и функционирует и создан штаб областной по обеспечению охраны правопорядка в области и обеспечению особых режимов охраны на всех важных объектах, которые осуществляют жизнеобеспечение жителей. Это в первую очередь энергопроизводители, это транзитирующие предприятия, которые поставляют в наши дома и на предприятия энергоносители. Это предприятия промышленные, которым в рабочем производственном цикле имеются взрывоопасные процессы. Также облгосадминистрации заявляют, в регионе созданы специальные оперативные группы и бригады ГСЧС. Их задача – ликвидация любых возможных чрезвычайных ситуаций. Укрзалезница полностью возобновила движение поездов через мост в селе Кузнецовка Розовского района. Мост был разрушен 20 января. В результате взрыва с путей сошли 28 из 55 вагонов грузового поезда. Сегодня в 8.50 открыт для движения четный путь. Ремонтные бригады Приднепровской и Донецкой железных дорог полностью восстановили поврежденные конструкции путепровода. Технику, материалы и оборудование предоставили Мариупольские металлургические комбинаты имени Ильича и Азовсталь. Напомню, движение по нечетному пути взорванного моста было открыто 23 января. В Запорожской области цены на так называемые социальные сорта хлеба не будут повышаться до 1 августа. Соответствующий меморандум подписали представители областной власти и руководители крупнейших хлебозаводов региона. Согласно документу, планируется увеличить объемы производства и реализации хлеба простой рецептуры. Предполагается, что в месяц его будут выпекать не менее 1070 тонн. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Муку для социального хлеба предприятиям предоставит аграрный фонд, где хранится 30 тысяч тонн продовольственного зерна. Этих запасов хватит всем производителям. Подписаны трехсторонние договора между областной администрацией, аграрным фондом и хлебозаводами на поставку ежемесячно 918 тонн муки и готовится доп. соглашения еще на 304 тонны. Изучив опыт предыдущих лет и порядок формирования цен в соседних регионах, в Запорожской области определили, сколько будет стоить килограмм хлеба социальных сортов. Порядок цен, который на сегодня нами оговорен, это из пшеничной муки высшего сорта от 7,78 копеек до 78 гривен за килограмм. Из пшеничной муки первого сорта 7,20 гривен за килограмм. И ржанно-пшеничный хлеб 6,52 гривен, 7,35 гривен за килограмм. Эти цены, согласно меморандуму, будут действовать до 1 августа, то есть до появления муки из зерна нового урожая. И на этом у меня все. Напоминаю о новостях в Запорожьей области. Вы всегда можете узнать на нашем сайте ТВ5ЗПВЕЙ. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, то пишите. Главред.ТВ5ЗПВЕЙ. Всего доброго. До встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok